Очень важно в жизни иметь ориентиры, понимание того, чего вы хотите, каким человеком вы хотите стать. Каким человеком вы хотите стать? Чем мы занимаемся, например, на марафоне Рерайтер Жизни? Мы описываем свою идеальную жизнь в детали, то есть ту жизнь, которой бы я реально хотел жить. Нам очень важно, вообще любая проработка, любая проблема, например, в своей жизни, начинается с того, какой результат я хочу получить. Потому что, когда вы знаете, что вы хотите получить некий определенный результат, это как ремонт в квартире, вам нужен дизайн проекта. То есть вы должны понимать, к чему вы стремитесь, тогда у вас будут цели, вы будете понимать, сколько вам нужно заработать, где вам нужно это купить. Цель – это нечто измеримое. В отличие от мечты, я хочу, чтобы все было хорошо. Это ни о чем. Это успокоение для собственного самодурства. Все будет хорошо, все как-нибудь получится, я верю в судьбу, все сложится для меня наилучшим образом. А что ты для этого делаешь? Наилучшим образом – это как? Как бы ты хотел? Понимаете, если бы я, например, не ставила себе цель быть стройной, а ставила себе цель просто нормально питаться, я была бы плюс 10 кг. Ну вот честно вам скажу, я была бы плюс 10 кг. Вот даже это не обжираясь, просто это был бы мой нормальный человеческий вес. Вот как вот идут женщины вокруг меня. В жизни такая же история. Если я не ставлю себе цель, сколько я хочу зарабатывать, продавать, куда я хочу поехать, где я хочу, чтобы учились мои дети, какие эмоции я хочу переживать, я иду просто по той жизни, которая со мной случается. Ну, случается обычно, знаете, как-то так, не особо сильно. Мы обязаны задавать себе некие стандарты, куда бы нам хотелось двигаться, а затем вместо того, чтобы в очередной раз сказать себе «нет», вместо того, чтобы в очередной раз сказать себе «плохо», задать себе вопрос. А если я сейчас скажу себе «нет» или «плохо», меня это приведет к тому, чему я хочу или нет? Например, я хочу больше зарабатывать денег. Да, вот такая простая история. И мне вдруг говорят, слушай, приходи к нам, не знаю, на собеседование, или нам нужен человек. А я такая смотрю и говорю, ну вы знаете, у меня сегодня нет времени, я сегодня с подружкой встречаюсь, или вы знаете, я устала очень сильно, что-то у меня, ну, сейчас лето, вот я осенью приду. Когда я делаю этот ответ, я задаю себе вопрос. А я чего вообще хотела? Я хотела больше денег. А может ли это предложение, вот это действие, если я приду на собеседование, дать возможность мне зарабатывать больше? Может. А почему тогда я от этого отказываюсь? Почему тогда я говорю, что хочу одного, а делаю абсолютно противоположное? Мы, люди, обычно не видим совершенно, что мы желаем одного, а делаем абсолютно другое. Почему мы этого не замечаем? Вот это вопрос как раз к себе.